Мы продолжаем наши уроки, посвященные вопросам исламских убеждений. На нескольких предыдущих уроках мы говорили о свободе выбора человека, обладает ли человек свободой выбора. И на предыдущих уроках приводили доводы и доказательства и аргументацию сторонников отсутствия у человека свободы выбора. И в связи с этим мы рассмотрели три довода и три доказательства, на которые потенциально могут ссылаться сторонники этой идеи или на самом деле ссылались. Итак, и четвертый довод – это воля Бога. Итак, одной из атрибутов Бога, одной из особенностей Бога является наличие у Бога воли. Но говоря о воле, необходимо подчеркнуть, что воля делится на два вида. Самостная воля и воля, которая является атрибутом действий. Мы об атрибуте действий сейчас говорить не будем. Мы коснемся воли, которая является атрибутом самости. Но как мы говорили ранее, когда обсуждали атрибуты Бога, атрибуты самости являются самим Богом. То есть атрибуты самости абсолютно идентичны с его самостью. То есть идентичны со самим Богом, с сущностью Бога. Таковы атрибуты самости. Если Бог обладает волей, если Бог обладает этим атрибутом, и при этом этот атрибут является атрибутом самости, то значит этот атрибут является атрибутом извечным. То есть этим атрибутом Бог обладал и до сотворения всего. То есть обладал всегда. И не было ни одного мгновения, когда бы Бог не обладал этим атрибутом, атрибутом воли. Итак, если Бог обладал волей, и эта воля была самостной, а раз так, значит была и извечной, то значит Бог из вечности проявил волю к тому или иному действию, которое будет совершено, или было совершено, или совершается на данный момент. В том числе и в человеческой истории. А раз так, значит человек вынужден в своих деяниях, человек вынужден в своих поступках, он не обладает свободой выбора. Такова очередная аргументация сторонников отсутствия у человека свободы выбора. Итак, как же мы можем ответить, как же мы можем решить данный вопрос? Как мы можем ответить на данную аргументацию, на данный довод? Необходимо обратить внимание на то, что мы говорили ранее. О том, что воля также дарована Богом. То есть воля человека дарована Богом. Да, из вечности Бог проявил волю к тому, чтобы дать человеку свободу выбора. А раз так, то каким же образом человек может быть вынужденным? Если наличие у человека свободы выбора, обратите внимание, свободы выбора, а не отдельно взятого человеческого выбора. То есть Бог не проявил таковую самостную волю к тому, чтобы человек совершил, фактически совершил то или иное деяние, то или иное действие. Ни в коем образом. Ни в коем случае. Бог из вечности проявил волю к тому, чтобы дать человеку свободу выбора. Свободу воли. А раз так, значит, каждое взятое деяние свое человек избирает сам. Сам проявляет волю совершить то или иное свое деяние, то или иное свое действие или не совершать. Конечно, здесь необходимо сделать небольшое отступление и дать понять, что, даровав человеку свободу воли, Бог все-таки проявляет, у Бога все еще есть воля к тем или иным поступкам человека. Ну, например, некоторые действия человека Бог любит, Богу нравятся эти деяния, а значит, у Бога есть воля к этим действиям, то есть воля к тому, чтобы человек выбрал эти деяния. И наоборот, некоторые другие деяния человека противны Богу. Бог не хочет, чтобы человек проявил и совершил эти действия. Но это совершенно другая воля. Это призыв. Это любовь к тому или иному выбору. А эта любовь и этот призыв никоим образом не являются чем-то вынуждающим человека совершить то или иное деяние. Потому что Бог изначально проявил волю к тому, чтобы дать человеку эту волю, эту свободу. А значит, никакого противоречия мы здесь обнаружить не можем. Нет никакого противоречия между тем, чтобы у Бога была воля самостная, извечная. И при этом человек был свободен в своем выборе. Чтобы человек обладал свободой воли. Поэтому эта аргументация также является недостаточной для того, чтобы доказать эту точку зрения. И следующий аргумент, следующий довод, который мы можем обнаружить, заключается в том, что в некоторых аятах Священного Корана говорится о том, что наставление и заблуждение человека находятся в руках одного лишь Бога. То есть, только Бог наставляет на истину. И только Бог заблуждает человека. Например, в аяте, в одном из аятов Священного Корана говорится следующее. «Тот, кого Бог свел с верного пути, того никто не сможет наставить на него, наставить на верный путь, привести на верный путь». Этот и многие другие похожие аяты указывают. Если поверхностно мы посмотрим на эти аяты, то можем нечаянно прийти к мнению о том, что человек все-таки мы вынужден в своих деяниях, вынужден в своих поступках. Здесь необходимо указать на несколько очень важных моментов. Дело в том, что знание, так же, как и все остальное, абсолютно все, совершенно все даруется Богом. Бог дарует зрение. И зрение не ограничивается только тем, что вы видите. Потому что для истинного, настоящего зрения также необходимо замечать то, что вы видите. Потому что очень часто человек что-либо видит, но не замечает этого, не обращает на это внимания. Как часто это с вами происходит, как часто с нами это происходит, что мы что-то видим, что-то слышим, что-то чувствуем, но при этом не обращаем внимания, как будто не замечаем, как будто и не видим вовсе всего этого. Так вот, все это даруется Богом. Так же, как и жизнь, так же, как и существование, так же, как и все остальное. Потому что он является единственным Созидателем, единственным Творцом. И все, чем мы обладаем, абсолютно все, в том числе и знание, даруется Богом. Итак, Бог лишает человека понимания, лишает человека знания, не дарует ему знания, не дарует ему внимания, не дарует ему внимательность к чему-либо. Когда человек совершает плохие поступки, когда человек совершает преступления. Но эти преступления совершаются самим человеком, сам человек выбирает эти поступки. И наоборот, когда человек совершает плохие поступки, человек совершает богоугодные поступки, праведные поступки, например, совершает благотворительность, в этих поступках Бог видит причину даровать этому человеку знания, даровать ему зрение, даровать ему понимание. Но при этом человек не вынужден, ни в коем случае не вынужден совершать эти благодеяния, которые являются причиной наставления этого человека. И вступив на праведный путь, посредством наставления Бога, человек совершает новое благодеяние. Или же проявляет неблагодарность, в зависимости от того, что он выберет. Если он проявляет неблагодарность за это наставление, за это прозрение, то он лишается понимания, дальнейшего понимания он полностью лишается. Если нет, он проявил благодарность и воспользовался этим прозрением, и использовал на благо это прозрение, и совершил новые благие поступки, то Бог дарует ему новое знание, дарует ему прозрение, понимание еще большего. И давайте решим для самих себя, является ли это доказательством того, что человек вынужден в своих поступках, что человек лишен свободы выбора. Конечно же нет, ни в коем случае. Каждое свое действие, каждое свое деяние человек выбирает сам. Но Бог в зависимости от совершенных человеком деяний и действий или лишает его понимания, или же наоборот дарует ему это понимание, дарует ему прозорливость, дарует ему внимательность к важным для него вещам. Таким образом, это последнее доказательство и последний довод сторонников отсутствия у человека свободы выбора является также недостаточным для доказательства этих убеждений. И наряду с этим мы имеем множество других, множество доказательств, множество доводов, которые доказывают как раз таки обратное, о чем мы говорили на предыдущих уроках. Мы приводили некоторые из этих доводов и доказательств, в которых порицается вера в отсутствие у человека свободы выбора. И наоборот доказывается наличие этой свободы. На этом я с вами прощаюсь. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.